здравствуйте мои дорогие друзья как видите фон за моей спиной не нашей деревне это соседняя с нами деревня деревня которая стоит на дороге ну дальше эта дорога ведет в следующие деревни поселки почему я вам ее снимаю в сегодняшнем ролике будет рассказ о жилье которое предоставляется в беларуси многодетным семьям в беларуси и в нашем колхозе в частности дело в том что вы наверное знаете что недавно дочка моего мужа лиза ее зовут получила шикарную квартиру по госпрограмме для многодетных семей и вот мы уговорили ее чтобы она разрешила нам снять ее новый дом они вот буквально может быть месяц назад да даже наверное меньше месяца переехали и раньше они жили вот в этой деревне наша деревня вот буквально вот дорога и вот наша деревня здесь ну где-то до магазина километр до начала деревни не знаю метров 800 от нашего дома если считать вообще беларуси знаете что деревни стоят очень очень часто практически одна деревня заканчивается и через несколько метров начинается другая для тех зрителей которые первый раз на моем канале дам небольшое пояснение четыре года назад я переехала из россии в беларусь а три с половиной года назад вышла замуж за деревенского жителя теперь я живу в одном из колхозов гродненского района и соответственно у моего мужа уже были дети от первого брака у меня естественно тоже дети тоже от моего первого брака поэтому не удивляйтесь когда я говорю что дочка моего мужа или сын моего мужа потому что все таки это не мои дети но теперь они все наши общие дети вот такой дом дали семье дочери алексея они прожили в нем три года нет вру 44 года они в нем прожили и хотели его выкупать также как мы сделали но к сожалению им не разрешили потому что в этой деревне находится ферма одна из ферм нашего колхоза вот знаю сейчас вы увидите ее или нет вот там за этим участком там с кустами там ферма и по санитарным нормам которые были введены само собой после того как были построены все эти дома то есть дома здесь строить нельзя и выкупать здесь дома эти нельзя но есть вот они принадлежат колхозу то есть не соблюдаются санитарные нормы поэтому нашли вот такой выход подали заявление на предоставление жилья для многодетных по льготному кредиту и вот им дали новую квартиру в двухквартирном доме сейчас я вам все это покажу расскажу все увидите сами этот дом сейчас пустой ним никто не живет вот тут небольшой такой участок принадлежит ему ну кому-то из нуждающихся наверное отдадут его кто будет сейчас за заявку подавать на жилье то есть он принадлежит колхозу и так как арендное жилье получится вот этот вот дом ну естественно удобство на улице здесь скважина кстати проведена то есть вода заведена в дом печное отопление ну вот можете представить что какие дома дают работникам в колхозе если у них нет жилья вот примерно такие вот с другого ракурса вам немножечко сниму ферму и вот он этот дом вот он ну вот лиза дочка алексея как раз работала на этой ферме сейчас она ушла туда вот тот поселок куда ну в агрогородок куда они переехали раньше она работала здесь то есть вот прям удобно пешком три минуты вот это кстати остановка автобус остановка автобуса до города и здесь же вот магазин в этой деревне у нас такой вот магазин но это такое сельпо называется райпотреб союз работает 10 до 17 каждый день кроме воскресенья и в субботу по-моему до 3 до субботу до 3 работает ну вот от нашей от нашего дома до сюда ровно один километр если вдруг что-то очень-очень-очень сильно нужна магазине и автолавку ждать не то то можно пешочком сюда прогуляться вот 10 минут идти вот они новые еще не заселенные так новые коттеджи вот это коттедж на одну семью вот рядом тоже а вот следующий который беленький вот он вот он это коттедж на две семьи там вот такой дом я уже показываю своих предыдущих роликах на две семьи но тут люди въехали уже почти в начале лет успели вот цветы посадить наши только-только недавно въехали вот сейчас покажем вам что там внутри и так заходим дом небольшая такая прихожая пока тут нет ставит все еще пусто такой небольшой пол здесь гостиная санузел и кухня сначала санузел покажу свет включается вот то что сделано от застройщика бойлер естественно сантехника стиральной машины для хозяев я тебя все равно сниму попал и все таки да ой на солнце наверное ничего не видно будет но кухня красивая кухня ну заказывали до гарнитур уже под заказ красивая красивая а сколько метров в кухне не знаешь 13 квадратных метров ну вот идем дальше так вот у нас зал гостиная зал привет скажи всем это софия внучка Алексея ну тут тоже еще только-только они заехали что смогли поставили еще не занавесок нет ни люстры ничего так идем на второй этаж здесь у нас что три комнаты вот еще одна наша внучка подожди Сашон я сейчас сниму так это спальня но здесь то три это спальня родителей здесь у нас тоже санузел да это кладовка это кладовка я вот уже начинаю тут путаться и заблуждаться а как я пройду санузел у нас вот здесь да а это вот второй санузел то что на втором этаже тоже бойлер да ставит туда так это лестница на чердак Алексей хочет слазить посмотреть уже слазил так здесь еще одна комната милана милана который сейчас пока дома нет вот ну и спальня спальня кладших девчонок пока все еще пусто потому что переезжали из маленького дома мебели немного но пока вот так сейчас будут вставлять все здесь вот такие интересные потолки так что еще отопление все электрическое такими батареями непонятными мне такие вот панели вот что очень красивый вид из окна на озеро смотрите красиво очень нравится все на электричестве плита электрическое отопление электрическое нагрев воды тоже электрический но коммуникации все центральные да коммуникации центральные тут все получается то есть канализация и водоснабжение все идет центральные ну так такой вот вид другую сторону еще у нас получается выход на участок который пока еще естественно не благоустроен да тут открыто за и кто-то босиком то я просто сниму здесь да пусти такой вот участок ну нужно будет конечно все это делать то есть половина будет здесь забор не знаю что ну и здесь тоже половинка вот такой вот новый дом а помните в моих весенних роликах я показывала что здесь стройка как я выяснила из паспорта строительства здесь будет два четырехквартирных жрух дома но сегодня суббота выходной строителей нет но еще месяц назад здесь вообще ничего не было за месяц тут уже вон фундамент как-то установили не знаю я не специалист в строительстве быстро это или долго ничего не могу сказать вот уже не стройка уже построили новые дома но я так понимаю они пока еще не заселены но уже готовы наверное к даче не знаю может там внутри конечно отделка идут такие вот тут парковка у них сделано до озера буквально вон несколько шагов ну здесь у нас получается 4 квартиры в этом доме уже наверное как-то это многоквартирный дом 4 а может быть даже и больше но скорее всего 4 не знаю честно говоря друзья не знаю надо будет разузнать про эти дома но квартиры тоже на многодетном будут давать у нас тут много вот такой новый район кто еще не видел в моих роликах для новых зрителей вот такой новый район у нас тут построили в нашем агрогородке вот мои друзья можете сделать для себя выводы о том как живется людям в колхозах беларуси но это конечно же не везде так это я говорю вам сразу не думайте что это так по всей стране нет у нас очень богатый колхоз у нас ну достаточно много во-первых деревень сюда входит здесь много земли очень много направлений деятельности в колхозе у нас замечательный прекрасный председатель колхоза ну СПК он сейчас называется не колхоз это уж я так по-советски говорю наш колхоз ну один из таких самых завидных я не сравниваю с минским районом или с минской областью естественно там все тоже достаточно хорошо там богатое очень хозяйство для грудинской области наш колхоз наверное считается тоже одним из лучших меня многие очень спрашивают в комментариях координаты или какие-то контакты нашего хозяйства друзья этот колхоз СПК сельскохозяйственный производственный кооператив называется СПК имени Денщикова если кому-то что-то интересно хотите узнавать о вакансиях ищите в интернете СПК имени Денщикова есть официальный сайт и там есть контакты и председателя и отдела кадров ну секретаря не знаю там там много телефонов все не помню электронная почта пишите звоните узнавать о вакансиях о жилье потому что у меня этой информации нет друзья я работу не ищу мой муж тоже работу не ищет поэтому мы не знаем что здесь какие есть вакансии какое жилье дают что есть в активе по жилью мы такой информации не располагаем ну а что касается дома который вы сейчас видели по стоимости это квартира ну она новая это новостройка банк ее оценил 80 тысяч долларов значит откуда деньги 10 тысяч долларов это материнский капитал дальше 75 процентов от этого кредита закрывает государство для семей у которых трое детей государство закрывает 75 процентов вот этого льготного кредита для семей у которых двое детей государство закрывает 50 процентов льготного кредита для семей у которых четверо детей жилье предоставляется бесплатно ну и на оставшуюся сумму после всех вот этих вот таких финансовых операций Им выдали кредит на 20 лет Ну, типа ипотечного Но здесь нет ипотеки Здесь считается это льготный кредит Для многодетных семей Вот им выдали Вот этот кредит на 20 лет Платеж составляет 150 белорусских рублей в месяц Кому интересно В российских это где-то 4,5 тысячи Плюс-минус там По курсу, смотря Ну что же, на этом Я с вами прощаюсь Сегодня Кому понравилось, кому интересно Смотреть ролики о Беларуси Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пальчики вверх Нажимайте на колокольчик Чтобы приходили все оповещения А то там иногда Не все приходят О новых роликах Ну и всем до новых встреч Всех была рада вас видеть До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok